всем доброй ночи и так друзья мои хочу подарить вам ритуал якутских у юнов шаманов и для того чтобы вы имели полное представление о шаманах посмотрите мой ролик лекцию танцующие с духами шаманы потому что шаманизм хоть и где-то немного отличается у народов в мелочах я бы сказала есть отличие но общий принцип един там я рассказываю о шаманской болезни остановление шамана и много другого что нужно знать если вы хотите понимать что вы делаете для чего вы что проводите каким силам обращаетесь почему я даю ритуалы на разных языках я уже об этом говорила и напомню еще раз дело в том что у каждого языка и своя энергия своя сила и у каждой части мира и свои духи хранители свои определенные божества которые в других народах не повторяются эти силы эти духи могут услышать и на вашем родном языке если говорить или на русском языке если вы русской русскоговорящий человек они вас и так поймут они могут и мысли ваши читать если вы обращаетесь мысленно однако есть силы вообще тонкий мир он устроен не так как мир людей вот примерно чтобы вы имели представление я вам объясню есть человек слабослышащие если с ним разговаривать надо громко говорить чтобы он услышал что ты говоришь есть человек абсолютно глухой чтобы он тебя понял нужно руками объяснить есть человек слепой он все слышит понимает но он не видит но чтобы что-то ему показать надо дать ему пощупать на ощупь он это определяет он не сможет понять как бы ты ни описывал точно так же мире духов мы созданы по образу и подобию богов и вот как у нас есть различные типажи людей кто-то рождается без слуха кто-то без зрения у кого-то половина зрения у кого-то еще что-нибудь так и в мире духов духи различные одни духи реагируют на шепот они слышат шепот громко говоришь до них это не доходит на их волне это не принимается вот знаете когда говорит он на своей волне вот для духов тоже есть своя волна есть определенные ритуалы заговоры которые нужно произносить шепотом шепту не отсюда пошло это выражение есть духи которые слышат только шепот человеческий реагирует на шепот есть духи которые реагируют на звуки они приходят на звуки это духи их называют боевые духи условно почему перед боем бьют барабаны вот такая музыка которая пробуждает внутренний дух отгоняет страх и призывает богов войны богов войны призывали такими громкими звуками они реагировали на эти звуки и духи войны силы войны воинственные духи они вот на это реагировали богов войны не призывали шепотом почему потому что у них своя иерархия и к ним нужно по-другому обращаться так вот вы можете обращаться к силам к рн например духом покровителям у юнов якутии на русском языке да они вас поймут однако какая-то какая-то часть духов отреагирует которые понимают не то что язык понимает они вибрацию языка понимать силу языка энергию языка другая часть не отреагирует потому что для них вы их не призвали они не реагируют у них есть как бы сказать другая программа они по-другому созданы они должны на шепот идти есть духи которых привлекают огнем есть духи которых привлекают звуком воды есть духи которых привлекают криками есть духи которых привлекают несколько дней голоданием, и вот твоя энергия начинает их привлекать, вот начитываешь и начинает приходить. Они разные, есть иерархия, есть ступени, есть миры, огромное количество миров, и оттуда призываются духи. Именно поэтому я даю людям на разных языках призывы к разным духам, к разных частей Земли. Понимаете как? Вот смотрите, очень хорошо, когда у тебя есть одежда, висит вот в шкафу. Ты можешь одеть и куда-то пойти. Но тебе еще нужны рабочие какие-то вещи, еще домашняя одежда нужна, нужна зимняя, нужна осенняя, сапоги нужны и так далее. Очень хорошо, что ты призываешь какую-то силу, приходит, эта сила помогает. Но лучше, если тебе помогают силы разных сторон мира, разных народов, разных этносов, тогда ты намного сильнее, правда? Вот владеющий информацией владеет миром, к этому тоже можно применить. Владеющий много информацией о многих духах и силах Земли владеет большей силой и большими возможностями менять свою жизнь, чем тот человек, который один шепоток где-то начитал и читать на все случаи жизни. Понимаете, о чем я? Чем больше вы знаете, чем больше у вас есть арсенал, тем больше шансов на победу в определенных жизненных ситуациях, а жизнь – это борьба. Итак, якутские уюны. Немного объясню. У шаманов Севера, в отличие от шаманов, например, Африки, от шаманов Средней Азии, есть определенные различия, не очень сильные, но основные тезисы остаются неизменны, но есть определенные различия. Например, якутские уюны делят мир на три части. Высший мир, средний мир, нижний мир. Считается, что нижний мир – это темные духи, злые духи, ну, то есть перемешку. Это вот преисподняя в нашем понимании. Средний мир – это мы с вами, и высший мир – мир богов. Есть, значит, светлые шаманы, которые могут подняться в мир богов, видеть мир богов. Темные шаманы, которые могут спуститься в мир духов. Они, значит, светлые делают только светлые дела, темные только портят. А средний мир людей не имеет права лезть и вмешиваться в такие дела, заглядывать мир духов нижнего мира или верхнего. Он может быть наказан вплоть до смерти и уничтожения его рода. Именно для этого есть посредники шаманы, которые проходят через эту шаманскую болезнь, эти все испытания, нечеловеческие силы применяют для того, чтобы вылезти оттуда, и начинают, то есть становятся профессионалами своего дела, становятся проводниками между духами и людьми. Но есть шаманы, их называют ингелас. Ингеласы – это те шаманы, которые родились в самую лютую погоду, в самую страшную погоду, в страшную бурю. Вообще, между прочим, у ведьм тоже есть такое дело. Рожденные – самое страшное время, когда мать чуть не умерла или умерла. То есть вот тяжело приходящий в этот мир, в эту жизнь шаман или ведьма считается сильнее других. Но ингеласы – это уникальные шаманы, уникальные оюны. Они могут заглянуть и в черный мир, и в светлый мир. Их считают серыми, серой силой. То есть она в перемешку. Может и добро делать, и зло делать, смотря на что он расположен. Значит, есть 12 миров для шаманов. Миров гораздо больше, но 12 миров, куда их пускают. Они живут между мирами, они не совсем в этом мире живут. Но не каждый шаман достигает вот такого уровня, 12 уровней. Сильнейшие шаманы могут достигнуть 7 уровней, значит, 9 уровней и так далее. В очень редких случаях шаманы достигают 12 уровней, тогда это вот сильнейшие шаманы, и никто с ними вообще не связывается, с ними надо быть очень осторожны. Это могут быть обычные на вид люди, такие, знаете, средние такие, невзрачные женщины, мужчины, обычные, обычные сельские люди. Но когда он начинает камлание, то есть когда он входит в мир духов, он преображается, у него глаза блестят, он становится совершенно другим человеком. Внутрь него вселяются духи и начинают его, значит, устами говорить, объяснять и так далее. такая шаманка была Матрёна, её звали, Кульбертинова. Она считалась, что она умеет летать. Не знаю уж, насколько это правда, потому что она дожила до 105 лет, по-моему, или до 115. Вот сейчас точно не помню, извиняюсь. И говорили, что были свидетели, которые видели, что она поднималась над землёй. Но факт в том, что эта женщина лечила. Лечила самые страшные, самые, ну, то есть, такие болезни, от которых врачи отказывались. Вначале духи приказали ей лечить только своих соплеменников. Потом ей разрешили лечить и помогать и другим людям. У шаманов есть такая традиция, они отдают колокольчик человеку. И чаще всего отрывают из своего шаманского костюма, потом пришивают другой. Они отдают и говорят, когда тебе будет плохо, позвони, то есть, зазвени в колокольчик, и мой дух тебя услышит. То есть, это называется подсознательно. Моя сила узнает этот звон. Это что такое? Предмет-посредник. Предмет, который связал их между собой. То есть, твоё ты отдаёшь, тем самым ты какую-то связь создаёшь с этим человеком. И что вот ты можешь звенеть, и я приду на помощь. И люди, некоторые рассказывали, это ещё в 80-е годы, те ещё старые шаманы, которые были и которых преследовали, преследовала советская власть, но не смогла их искоренить и в конце концов отстала от них. Говорили, что даже после смерти шамана, когда у них этот звоночек был, один из них был такой секретарь какого-то горкома, что-то там такое, и на него заводили уголовные дела. Было время не сталинское, и могли и расстрелять, но, знаете, от этого не лучше лишиться своей должности, а друг под друга они все копают. И он рассказал, что он был просто в таком отчаянии и вспомнил, что он из Якутии-то был у этой матрёны. Пришёл к ней, та ему сказала, что у тебя будет что-то, он не поверил, но решил, что старая женщина, уважение к ней, надо подарки принёс, сладости, спички ей оставил и так далее. И вот вспомнил о ней, и вот этим звоночком зазвенел и попросил о помощи. Ночью она ей снится, садится к ней значит на кровать и говорит, вот сделай это и то, вот тому человеку скажешь вот так вот, то есть всю инструкцию дала, что надо делать. И утром, значит, с водой разговариваешь, что-то там говори, какие-то слова, сейчас не помню. Одним словом, его вопрос решился, хотя он не звонил, не ездил, никого не просил пойти ей сказать и так далее. Вот она вот таким образом связь какую-то невидимую создала между людьми, которым помогает и помогала и после. Кто-то скажет, а зачем мне это надо? Это всё-таки неблагодарное дело. Мало того, что ты здесь помогаешь, ещё это, понимаете, шаманам, ведьмам, колдунам по-другому нельзя. Они не могут по-другому жить. Они должны делать. Иногда бывает, что человек силы чувствует, что там будет неблагодарность, всё равно помогает. С чем это сравнить? Это как ломка у наркомана, извините за сравнение, но почти так же. Когда не отдаёшь свою силу, не помогаешь, не делаешь, эта сила внутри тебя начинает тебя сжирать, начинает тебя ломать, понимаете? Ты должна использовать её. Она наполняется, ты снова должна использовать. Ты не имеешь другого права, по-другому никак нельзя. И вот, наверное, в этом случае так же, скорее всего. Это камлание, оно в некоторых кругах известное, но никто не знает, откуда это пришло. На самом деле, это камлание той самой Матроны, которая Матрона, Матрёна, по-разному там её называют. Но я склоняюсь к версии, что её звали всё-таки Матрёна. Это камлание помогает восстановить силы и открывает дороги. Мне отдала женщина, которая когда-то возглавляла центр этнографический и собирала сведения о шаманах. Мне дала несколько работ её фотографию и вот её камлание. Я, естественно, заранее записала, потому что, поскольку у меня обостряется иногда невроз и как-то трудно произносить, я записала. Но я постаралась так по слогам говорить, чтобы вам было понятно. Это кормление огня. Вам нужно три раза произнести первую часть и три раза, ой, шесть раз, неправильно, и шесть раз вторую часть. Я так делаю уже. Там не сказано ничего, там камлание просто. Там нет просьбы. Там обращение к огню и славление богов. Это камлание открывает дороги человеку, привлекает удачу и очищает от злой энергии. Что нужно для этого делать? Значит, повернем сейчас камеру. Для этого вы должны кормить огонь, чтобы огонь не обиделся. вся. Смотрите. Вот я, например, поставил вот этот котелок, и там масло кипит. Я отдаю вот этот аромат масла огню. Далее. Свечи. Желательно красные, черные, черные, ну, можно и обычные, но желательно красные и черные свечи. Вы можете это провести и во дворе у себя, если у вас есть, например, дворик. можете летом во дворе сделать, вот зажечь там отрушан, да, жертвенник огня и кидать туда пшено, бросить масло, можете спиртное налить, можете травы различные, вот здесь травы, вот полынь, можете полынь, зверобой, календула, ромашка, различные травы. Просто надо кормить огонь. Пшеницу можете кинуть, значит, сейчас, секунду, овес, ячмень, рис, но если там огонь такой сильный, который съест, сожрет, так называется, возьмет, и вы кормите огонь. Якуты вообще всегда, да и вообще все северные народы, кочевые народы, оленеводы, они всегда перед тем, как поесть, кидают в печку или в костер что-нибудь из продуктов, кормят огонь. Считается, что то, что ты в этом мире отдаешь, в том мире превращается в их еду. То есть, это переходит в потусторонний мир, в мир духа, в тонкий мир. но в домашних условиях, если квартира там и так далее, нету такой возможности развести костер, вы можете кормить духов вот таким образом. Зажечь траву, значит, свечи, благовония, масла. Одним словом, все, что съест огонь. Здесь огонь ест, например, траву, там ест воск. Вот в этом котелке, если у вас есть там, ну, не обязательно котелок, а можно там для зажигания масел, да, там огонь поглощает аромат масла, которое вы сжигаете. И таким образом вы кормите огонь, благодарите духов, благодарите богов, и в благодарность за это они привлекают в вашу жизнь удачу, открывают вам дороги и убирают неудачи. Это называется камлания. естественно, токам лания, которые можно приспособить для обычного человека, я вам дарю. Шаманок называли угаданки, то есть женщины-шаманки это угаданки были. Вы знаете, я уже рассказывала об этом, когда в Якутии был пожар в прошлом или позапрошлом году, не помню. И там сгорели дома, сгорели целые селения. Страшное дело, конечно, самое обидное, что кошки-то еще ладно, спасутся, убегут, собак люди не отвязали, и многие собаки на цепи сгорели. Вы представляете, в каком мучении они горели. Там немного люди как-то так немного озлобились и очень беспощадно начали относиться, особенно к собакам. Нельзя так, друзья мои. Не забывайте, что духи за вами наблюдают. Пропала какая-то вера, любовь, знаете, к живым созданиям, и это очень нехорошо. Так вот, там был дом шаманки, и пожарные рассказывали, и даже видео есть, где огонь приближается, уже все дома сгорели, все сгорело, и приближается огонь к ее дому, а из дома выходит, вот, как будто бы, как сказать, как энергия какая-то прям выходит и гонит огонь, изгоняет огонь. И это реально, вот я видела, сейчас не помню, как он называется, это видео, и эти пожарные были в шоке, они сначала не поняли, что происходит, потом, потом, когда узнали, чей это был дом, потому что народ-то эвакуировали уже, только ее дом остался, но когда у нее спрашивали об этом, она не хотела об этом говорить, потому что ей было неудобно, поскольку людей сгорели дома, и как-то не очень хорошо теперь хвастаться тем, что мой дом остался, но во всей деревне остался только ее дом, потому что некая сила выходила из дверей и окон, и просто гнала огонь, это, знаете, вот, вызывает трепет, уважение и страх, когда ты видишь на видео, как просто непонятно что, вот, это не объясни словами, как сгусток какой-то, вот, прям выходит, вот такой вот, энергетический, и огонь отступает, и огонь так и не смог подобраться к дому, вот, это и есть сила шаманов, и сила духов, и так, начнем, первая часть, которую вы должны произносить три раза, понятно, что язык непривычный, и, пожалуйста, миллион раз писать не нужно, дайте, пожалуйста, ритуал, напишите, дайте, Яна освободится и напишет, или вы напишите, значит, по слуху, просто, как слышите, допишите и проводите, начнем. Малай, Мишалай, Мишалай. Беб, чарер, leveling и туны, лето, мияс, ян, эннах, би, ян, ай, ту юм, Хочу вам сказать, что это один из наречий алтайских языков, сложные наречия. И язык туинский тоже очень чем-то похож, но здесь более сложный. Поэтому я произношу по слогам, чтобы вы могли, если не уверены в первое время, можете просто включить и за мной повторить, пока вы не поймёте, как правильно произносить. Но здесь даже дело не в произношении правильном, а чтобы звуки были знакомы этим духам. Но результат вас удивит очень сильно. Я сейчас завершу и сама сделаю вот с этим маленьким бубном шаманским. Немножко более сильно для себя проведу, и мне станет легче тоже отчасти, потому что это энергию даёт очень сильную, особенно мне после работ. слушаем дальше. Субтитры создавал DimaTor. 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 ДимаTor. Субтитры создавал DimaTor. 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 Субтитры создавал DimaTor.